26 апреля в стенах Казахского национального университета искусств состоялось открытие международного студенческого кинофестиваля «Тамирис», учредителем которого является сам университет. В рамках программы фестиваля прошли международный и национальный конкурсы студенческих работ, в которых приняли участие юные кинематографисты отечественных и международных вузов и киношкол. Международный конкурс прошел во дворце «Мира и Согласия», где председателем жюри был известный кинорежиссер, двукратный номинант премии «Оскар» Сергей Бодров. Я думаю, что кино изменилось вот только где-то лет пять тому назад оно изменилось. Потому что сорок лет тому назад оно еще было все где-то такое. Но появляются очень интересные, любопытные режиссеры, молодые. Появляется, что хорошо женщины в кино. Это очень правильно. Это то, что у женщины есть особый взгляд на какие-то проблемы, на короткометражку или полнометражный метр. То есть дело не в этом. Дело, конечно, в качестве, в идее. Это так сказать, вот что самое главное и интересное. Мы с нетерпением ждали именно этот третий международный кинофестиваль студенческих фильмов «Тамирис». Я посмотрела программу и увидела целые блоки самых разных киношкол. И очень интересно посмотреть, какие тенденции развития молодого кино в разных киношколах мира. Я надеюсь, что мы сейчас начнем смотреть фильмы, и они на нас тоже произведут большое впечатление. Режиссура весь сложная. Тем более в наше время, когда снимается куча телевизионных фильмов, потом технологии меняются. И, естественно, сегодня фильмы по своей динамике, по своей выразительности, по монтажу уже отличаются от фильмов 30-40 лет назад. Молодежь знакомится с новыми какими-то открытиями, с новыми монтажными линиями, с новыми отношениями. И вот мне, например, интересно, как молодежь теперь смотрит на мир, как она мыслит, как она связывает свои мысли, через какие монтажные приемы, через какую игру актеров. Понимаете? Я думаю, это большая школа для других молодых ребят, когда они узнают, например, произведения других киношкол. Помимо конкурсной программы прошла презентация книги Гульнары Абикеевой «Казахская новая волна». Автор не только представила свое произведение, но также вошла в состав жюри национального конкурса в качестве председателя. На самом деле это был такой большой проект, когда были связаны и фестиваль, и книга. Поэтому здесь шесть интервью с режиссерами новой волны и про каждый фильм небольшие рецензии и так далее. Вы знаете, я считаю, что каждое поколение должно, вот киноведам особенно, должно писать о своем поколении. Потому что вы как бы дышите тем же воздухом, тусуете в тех же компаниях, участвуете в съемках тех же картин. То есть вы живете в этом времени, и вам понятно, чем они жили. В состав жюри национального конкурса также вошли киноведы и кинокритики. Инна Смаилова, Назира Мукушева, Баубек Ногербек. Я представляю жюри национального конкурса. В нашем конкурсе 19 работ из трех киношкол. Это казны, казна имени Жургенова и университет Туран. Фильмы представлены в разных видах. То есть есть и игровой, есть и неигровой, есть даже анимационный фильм. Студенческие кинофестивали – это очень важно, потому что это такая площадка, на которой они могут себя показать, будущие режиссеры, будущие операторы, будущие актеры. Жюри проделали нелегкую работу. Ведь каждый из участников готовился к конкурсам заблаговременно и вложил в свои фильмы не только усилия, но и часть своей души. Нурсултан қаласында, Казақ Улттық Унер Университетінде три дня кино мерекесе было. В этом фестивале у нас есть одна маңыздылы. Для меня и для маман, в кинозе какие-то маманды, какие-то жанры, какие-то жанры, какие-то жанры. В этом фестивале у нас есть одна большая новость. В этом фестивале у нас есть одна большая новость. Потому что, когда человек с ним, если кто-то живет, если кто-то живет, если кто-то очень хорош, если кто-то с ним, это будет какой-то жанры. Здесь есть все о том, что мы живем. Такие кинофестивали помогают показать Кто на что способен Особенно когда мы сами являемся организаторами Мы этим фестивалем показываем то, что мы способны Церемония открытия прошла в Большом зале имени Жамбыл-Ажабаева Где почетными гостями были Нияс Хаджаев Сайди Крам Посол Республики Узбекистан Дюшекеев Дастан Посол Республики Кыргызстан Алекс Барталан Советник по культурному сотрудничеству посольства Франции Ли Хиран Руководитель Корейского культурного центра Данное мероприятие сопровождалось концертом На котором выступили студенты Казахского национального университета искусств Подготовка к церемонии открытия Началась месяц назад И это была большая работа Именно большой команды Подготовка была очень волнительная Очень интересная Потому что это большой опыт Проводить такой огромный международный фестиваль В нашем университете И зритель, я надеюсь, что оценил наши старания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин